всем привет с вами однорукий борис и мы с вами продолжаем проходить игру под названием wars пир онлайн а вот мы с вами продолжаем играть с варвара продолжаем выполнить квесты вот ужас недр пока что у меня тут есть как вы поняли по времени если вдруг кто внимательный я эту серию записывал сразу после предыдущей вот и сегодня мы давайте начнем с рауда принеси 4 карава я рискова хлеба и сумок с провизией давно мы уже не пополнили запас провизии и киту что у нас было почти без остатка пожарить и випре на голодали мы схеме на так что еле на ногах стоим а вот у остроухих кажется провизии запущено в достатке они в низине так еще долго просидеть смогут у тех колдунов что лишь их призывали ведь это уже были какие-то запасы притащил бы ты нам хоть немного эльфийского хлеба и сумок что эльфийские колдуны успели под елками спрятать слышал я будто хлеб тихо тихо я потерял слышал я будто бы хлеб эльфов силы восполняет куда лучше обычного и хватает его надолго вот эти да это по-моему в прошлой серии я говорил что с этими мешками я ворочался так ну ничего страшного сейчас мы вот этих вот ребят раскидаем вы и теле строухих все подбираем отлично так отлично целых два мешка час самый последний момент передумал до хранить тебя горы большой парила с этим хлебом мы еще долго тут протянем а даже так ну-ка блин я тут задание мог бы и в прошлой серии выполнить ну да ладно блин вот этот прикольный чел по внешности то прям такой ну кулачища обрубная выглядит опасно ужас снега не дыр осуждаю никто ничего не слышал так вот окей так я конечно говорил что перекупщик но кстати да смотри вот этот можно открыть вот это бы еще продать как-нибудь да это чесотка раздумья ладно помогаем теперь олафу парить по несколько капель из своей крови на три тактом окламы на медведя каким-то образом равнинником и островухим высадившимся на берегах как гора то удалось обнаружить древние подземные лабиринты пронизывающий твердь острова эльфы таковали наши земли через диндан старую тюременную пещеру кстати об этом нам в прошлой серии говорил кто-то из нпс равнинники же выбрались из старых копий где мы добываем железо найдя заваленный вход на побережье я призвал духа в гор чтобы кости засыпали камнями старые тоннели но у врагов все равно пробралось слишком много мы не справимся если дух медведя не поможет нам отыщить ли это дыма на седом склоне и склоне рассвета пролей по несколько капель крови своей на каждый тотем и возвращайся сюда это где а это чистот по кругу сходить такая так ясно но вот там клана медведи вы пролили свою кровь на то там клана медведь он и мышка тоже кровь почуяла сразу начала меня атаковать так все правильно вот сюда вот он вот сюда нам надо хлобысь тоже пролили кружку второй тотем наполнен кровью и третий тоже сейчас будет готов я не понял замедили там спрятался какой-то через зуб все мы почти пришли даже не почти а уже большой упрела этим влиянием ты показал твердость своего желания пройти путь духов до конца клан медведя никогда не забудет твои самоотверженности окей выполнено ухты проклинающий отмычки для фроу фроста отнести форста волшебные отмычки жаль в одиночку усиливая воинов с помощью сил духов я не смогу обеспечить победу я послал своих лучших разведчиков хитрого фроста и берсерка ульвара на склон рассвета чтобы задержать силы равнинников фрост вернулся час назад с вести о том что равнинники используют пользуются хитрыми приспособлениями зачарованными ловушками это шкатулки с магическими кристаллами закрытые на замок и закопанные в землю отослав фроста обратно на склон я принялся за изготовление магических ключей они уже готовы вот отнеси их просто на юг серого склона мои отмычки помогут обезвредить ловушки равнинников хорошо так это куда это мне проще вот так вот пойти ну кстати можно здесь зайти это будет удобнее так так тихо 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 вот он все медведь нам не помешает о здесь большой п пырял это слышно тебе интересно каково этого едва придя к нам тотчас оказаться в гуще сражения эти отмычки передал олов были бы они у меня раньше не погибло бы столько курсов из таких проклятых проклятых ловушек впрочем лучше поздно чем никогда думаю с ними дело пойдет быстрее опа и у них тоже смотрите задания появились ладно собрать четыре безврежные ловушки ловушки равнинника выглядят как маленькие шкатулки закопанные тут 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 там стоит наступить на такую неосторожную и она тотчас срабатывает что за сила вырывается из этих шкатулок неизвестно но убивает она мгновенно с помощью зачарованных отмычек улов не сумел обезвредить часть ловушек прошу собери его западного склона седого холма со склона рассвета 4 разреженных ушки так не понял это вот это что ли а слушай я думал это типа муравейники да помните в какой-то серии говорил типа углу а тут эти муравейники да на самом деле вот эти вот штуке они как бы выглядели как муравейники короче в какой-то серии выполнял задания где нужно было по муравейникам шестать вот и вот эти кучки тоже на муравейники похоже вот я же не знал что муравейники похоже на ловушки эти так зарубили всех так и последняя ловушка осталась где-то где-то у входа короче тут внизу где-то вот здесь вот она ладно не доступна во время боя хорошо вот а теперь хорошо отлично рыжий медведь собираем все все окей теперь никуда отлично так отлично фрост так медведь давай тебе сразу того самого так отнести безвечные ловушки равнинников олафу было бы любопытно взглянуть на волшебные шкатулки равнинников не мог бы ты отнести их нашему шаману как управишься возвращайся ко мне да не вопрос давайте лучше тогда пойду так 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 олаф волшебной шкатулки странные штуковины используют странные штуковины используют равнинники надеюсь у меня будет время разобраться с ними вдруг и у нас получится применить используйте шкатулки что же вы с фростом славно потрудились хорошо так ну ка да у фроста там появилось задание еще одно сейчас мы к нему придем и возьмем на задание короче я короче посмотрим я хочу в этой серии закончить все эти как их все задания так медведишко все готовы так фрост слушать а может быть я даже ну помимо вот этой вот серии запишу еще одну потому что я вот у фроста еще два задания потом у ольвара еще и потом еще олаф вот короче такие вот дела так окей я вернулся я тут просто ну как вы поняли практически на день отходил да вот шесть часов осталось у меня вот его другалька что ж я продолжаю выполнять задание оружие мертвых равнинников ну-ка собрать пять печей равнинников когда треклятые воины равнинников прорвались по старому туннелю через копии в которых наш клан добывал железо я ульвар и наш отряд сдержали их покуда улов не завалил проход своим колдовством не легко это досталось большая часть отряда полегла лишь мы с ульваром и уцелели все потому что равнинники хоть и не так сильны как мы но все до одного сражаются мечами отменной ковки такие доспехи рассекают с одного удара почему бы не использовать эти мечи внутри неподалеку от входа в купе до сих пор валяются тела равнинников некому придать их земле сходи туда и собери хотя бы пяток мечей хорошо опять же напоминаю я бы мог взять все квесты сразу потихонечку их выполнять но я тут за то чтобы взял квест ну чтобы логическую цепочку не нарушать а то один квест взял это самое это самое потом начал выполнять потом выполнил второй квест первый квест забивается что там было ну и так далее вот вот ну чтобы эта логическая цепочка у нас не нарушалась я вот все вот так вот делаю вот я просто рассказываю почему я именно так именно так делаю чтобы понятно было что я выполняю так собираем монетки вернуться к фросту все окей они хороши мечи сколько не бились мы с этими воинами а на коленках а на коленках не едины зазубрины надеюсь нам они послушат дольше чем равнинникам так самострельщики убить шесть самострельщиков и собрать их самострела пробовал я всунуться копям думал с потайного лаза туда зайти разведать а нет на вершине горы прямо над спуском в железной копе застели равнинники самострельными самострелами эти штуковины бьют дальше и точнее наших луков или ноги оттуда унес может у тебя выйдет разобраться с этими стрелками в ближнем бою они куда слабее нежели в дальнем если не в тягость захвати заодно их самострелы нам они тоже пригодятся ну кстати хозяйственный такой да так это мне куда а так смотрел эти это же арбалеты получается да сейчас мы их это самое так так сюда ить окей все последнего осталось есть да как нефиг делать как нефиг делать как нефиг делать ну теперь можно посмотреть на эти смострелы стальной лук вводится он с помощью этой ручки да в нем да в чем жителям равнины не откажешь так это в смекалке но нам на счастье даже она срабатывает не всегда да слышишь хорош меня тут это самое кусать медведь ты все мужики я вам нет я вам это самое медвежью шкуру принес заодно так теперь ульвар так прежде чем я ульвара сделаю ясно так обычная эссенция ясно так давай-ка я вот это вот хотя бы выпью ладно ульвар убить пять воителей равнинников это быть стяг равнинников этот фрост он не дает мне пойти в бой все твердить что со сломанными руками и пробитым черепом из меня боясь никакой ну вообще да из любого да что он понимает я бы и зубами загрыз этих щенков сравнин которые именуют себя воинами хотя в отваге им не откажешь за свое знание они сражаются с яростью не уступающей нашей докажи что эти слабаки тебе не читают их отряд подобрался почти вплотную перлоги отправляйся на северо-восток и перебей всех равнинников вместе с знаменовцем дни запусть забрать их знамя вот это будет трофей настоящего воина принять так хорошо окей для начала я да я сейчас пойду в город в ближайший вот и хотя бы продам ну всякие всякие лутецкие когти там всякие лыки и туда-сюда ну короче что с медведей выпало так скорее всего вот этих вот ребят надо да так ну-ка так закрыть управлять так и управляющий складом личный склад вот смотрите я ж тут могу да положить вот это вот кладу я пока всем этим не пользуюсь видимо вот это стакается в 20 штук да а это все в 10 так ну не знаю хотя бы так хотя бы так я все сделаю сейчас так вот это тоже кладу почему я отмену нажал не знаю так и вот это вот я положу так ну-ка вот нормально слышишь мне как раз тут по пути да вот знаменосец ну-ка так как там задание а ясно давайте знаменосца жахнем так так вот и все и 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 все рубим пацанов челов челокус происходит все один удар и все так возвращается возвращаемся к нашему другальку собирая всех медведей на своем пути короче я так понял ну чисто по по лору день но вот горные кланы за которые сейчас играют это типа одну чисто стильные но с таким вот оружием не очень хорошим а равнинники это те же люди но они капельку слабее но с хорошей муницией так ульвар аж зубы сводит от зависти ты сражался ты сражался добыл трофея тут словно овца на привязи даже уйти не могу а раны нудят ну челу поговорить с раудом вот меня понимаешь чего не скажешь про форста не мог бы ты кое-что для меня сделать отправляйся на восток в сторону небесного гребня там где-то там у старого здания ты оттыщишь рауда рауда но он своим воинам со своими воинами обороняется от остроухих засевших под землей узнай как у него дела если рауду помощь не нужна и эльфов удастся сдержать еще какое-то время то мы атакуем равнине равнинников в кутях начал не ну хорошо что он такой вот боевой товарищ но с другой стороны тоже плохо у него там как он сказал там уроки руки-ноги переломаны черепуха тоже практически и как бы ему чисто нужно рано заключить как же я рад что с ульваром все в порядке я слыхал что его отряд почти целиком перебили у копий равнинники и и потому опасался самого худшего передай ему что остроухие заселив зин зиндания и на поверхность больше соваться не спешат думаю вы успеете задать жару равнинникам я давно знаю ульвара наверняка он помчится в бой толком не излечившись от ранений ему пытай сделать крюк и забежать к шаману улафу чтобы он дал какой-нибудь снадобие для ульвара вот вот это на самом деле хорошая тема ну чё мы можем сделать раз человек пример рвется невзирая на то что у него это самое ранение соответственно окей возьмем какой-нибудь там зелье выпит там мазь мази мазью помажет снегом разотрёт и все нормально будет так улов проклин это мы потом будем делать краткое затишье отнести от вору к вору к счастью я успел заготовить достаточно снадобие для того как остроухие и сравнение их мы порезли из-под земли сейчас-то конечно мне бы не было бы не до того вот возьми этот отвар и убедись что ульвар промоет им свои раны перед тем как снова полезет в драку так еще вернусь сюда вот видите как хорошо когда делаешь квесты по порядку по одному вот так вот берешь выполняешь берешь потом опять и выполняешь все понятно все прямо вот ну чётенько так мишаня ты меня извини но я тебя зовут почему ты задержался хатара у тебя надумал выглядеть выклинчать у олаф это снадобие ну ладно так и быть я промою свои раны красная там настаивает улов рауда я бы слушать не стал в каждой царапине видит смертельную рану их как же щиплет ничего смысл в том что я скоро буду крушить свои секиры и равнинников поможет мне в так сейчас на ничего смысл в том что скоро буду крушить свои секиры равнинников поможет а мысль о том что я скоро буду крушить свои секиры равнинников может не вытянуть любую перебить отряд равнинников железных копьях ох чего же моя рана теперь так жжется чую поторопился я снова просто за секиру боишь придется тебе за место меня возглавить нападение равнинников и даже не думаю и отказываться видел я на что-то способен давай пусть спустись в копе и покажи воинам равнин как сражаются истинные горца перебей их там все в секты единого да они там спавнятся челу они там спавнятся и там чисто бесконечность буду ну-ка сколько тут 264 12 человек надо заварить так мечники равнинников убиты 44 дальше кого там надо убитых заклинателей 2 самострельщиков хорошо то есть они этих самых вот этих вот ребят называться самострельщиками понятно так самострельщиков начал меня стрелять арбалитчик вот я вспоминал вот это слово арбалит ужас недр бикстапа прикольно кстати надпись выстроились ну я на самом деле до ужаса недр мне далеко так вот отлично пускай меня хоть вот этот магии побьет я хоть посмотрю как это выглядит ну понятно так подождите сейчас мы вот это вот побью сделаем два из двух о вернулся как кстати все я как раз хотел посмотреть надо мне возвращается или не надо возвращаемся конечно тут перебил не всех ну ладно это игра была игровая условность это все условности будем считать что мы тут всех размотали кровь кишки и так далее так у меня аж рука затекла так я тут всех перед и сама ладно еще брать не будут ладно фиксим а у меня же тут троечка поэтому и не успел ладно я даже не сомневался что ты выйдешь живым из этих копий теперь когда отравнение ковчета и и мокровое место не осталось а струхим придется не сладко так вот это вот мы берем это чё защита критический удар о нифига ну уж уж далее тринадцатый уровень класс супер класс ну качо у меня тут это самое это я не сюда зашел вот персонаж навыки ладно я короче если чё я я забыл чё я там хотел прокачать поэтому у меня где-то тут было сохранено место куда я смотрел чисто вот для прокачки вот поэтому чуть попозже я посмотрю и тут мне в дискорде только что писали ничего страшного отвечу потом а я тут занят так ну что ж теперь олов проклинающий давайте посмотрим убить проклинающего я чувствую как чье-то колдовство вытягивает из меня силы вручаясь это один из равнинников я уже имел дело с ним дело когда люди прорвались через древний тоннель тогда мы позвали этого этого колдуна проклинающим теперь он не дает набрать мне сил чтобы снова добр обратиться к духам людской колдун засел где-то на юге отправляйся к склону рассвета возле него дачи отыщешь того кто наслал на меня это ворклятие убей служителя солнечного полга и я смогу освободиться от злых чар так это где а тут кто-то сама лишь его видел да это вот это что ли так бедный и химишка такая книжка пускает нас отстает ну вроде как он не босс поэтому справимся так так отлично что у него есть 3 3 золота ладно хорошо справились а то я мимо него хожу сколько ходил сколько раз он все стоит и стоит стоит и стоит ну стоит значит надо вот проклинающим я знаю что ты справил я знаю что ты справился как только колдун погиб я почувствовал что сил возвращаемся ко мне пускай даже на полное восстановление уйдет много времени теперь я вновь могу помогать нашим воинам класс блин не скрип и 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 доспехи да так а чё и где а это короче и сюда и сюда мне надо то есть там двое и там двое ладно раз так значит пошли туда так миссию да и по мини карте я уже посмотрел рано открыл большую карту так где здесь колдун мишки вот эти вот заклинатель равнин нет прикинь а это колдуны а надо нам же написали что я типа в черных балахонах туда-сюда а вот колдун а тут без разницы как вот этого призываю да тут без разницы смотрим все нормально разобрались да пока что у нас снеговик все еще с нового года с нами тусит так сейчас мы выходим из на духуем из пещеры и сейчас мы посмотрим все да можно было бы можно было из и из одной пещеры в одной пещере их короче расторгонить вот не обязательно было две пещеры которые будут заходишь получается так ну все так ну что олов ледяные горы ты справился ни одна сила теперь не сможет прорваться через завал и восстановив силы окончательное прессову на помощь духов и запечатает тоннели навеки если бы не ты враги бы сейчас веселились на пепелище среди наших сил но этого не случилось сегодня и я верю не случится вояк в кланах служат легенды твоих подвигов большое пыряло так это у нас что это даря еще одно задание поговорить с вроде брюхотряса ты прошел ты почти прошел пусть духов до его завершения осталось лишь несколько шагов я прослышал о том что в землях клана волка у тебя был украден тотем твоего клана кажется я знаю где следует его искать к северу отсюда лежат земли разбойников которые не признают над собой власти вождей и не подчиняются никому там на окаянном торжеще можно отыскать все что угодно думаю там ты найдешь свой тотем духе помогут тебе в этом ступай к фроге брюхотряса он конечно и обликом и нравом похож скорее на разбойника нежели на шамана однако нет никто все никто на всем окаянном торжеще не расскажет тебе о пути духов больше него удачи так это куда мне надо идти отсюда ну что ж получается я почти прошел путь духа тотем практически у меня в руках у него не чусь это это сюда слушайте класс подождите подождите я сначала тут вот он брюхотряса был так я хочу сначала так мой товар так вот этот надо было бы все по-хорошему одеть так давайте я это продаю это продаю и так подожди продаю это продаю окей теперь щас 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 подождите так где где персонаж снаряжение вот так далее да здесь так все меню так закрываем теперь иду к управляющим личный склад вот это вот я забираю окей вот а все остальное пока что оставляю и вот теперь я сливаю все все что я тут набрал продать ах тут придется так продавать до так вот это бы нам починить бы но это потом починил все пока что выход коробочку и потом откроем все окей значит чё выполним сейчас вот это задание вроде брюхотряс все больше и больше и уже он приходит к нам а окаянное торжеще на твоему появлению я рад за время странствий ты успел покрыть свое имя славы и духи улыбаться тебе большой парел что ж попробую помочь в твоих поисках давайте все таки я попробую это тоже выполнить пускай у меня серия будет ну большой так слышишь ты отойди поговорить с эйнаром счастливчиком в лавке думаю это быстро освоишься у нас на окаянном торжеще торжеще народ тут не особо дружелюбный и на расправу скорый но с дружица можно с каждым кружка доброго пива и из заклятых воровов сделает добрых приятелей хотя бы на пару часов я и сам выпить не прочь иначе просто не могу с духами говорить мне тут один парнишка эйнар счастливчик как раз задолжал жбан пива будь добр принеси мне его да поскорее эйнар приторговывает одежи и в здешней лавке там его и отыщешь это вот сюда вот почему я вещи сейчас не не продаю просто надо посмотреть за сколько их можно продать вот если по-хорошему вот чтобы не завышать там фига а то скажут об нагляд доставить мешок золотом из тайника эйнара приветствую тебя на каянном торжеще говоришь тебя фроди прислал да было дело оказал он мне одну услугу вот засада вот вот досада как на слов последнее я последнее пиво вчера с дружками своими допил торговля меж тем идет не слишком хорошо свободных и свободных денег у меня сейчас по опусту нету ну да не пида есть у меня тайник с деньжатами к востоку окаянного торжества правда их там осталось всего ничего на наш бан пива должно хватить услужи мне достань деньги из тайника и купи на них у папаша а здесь сашбан пиво я же останусь тут в лавке чтобы фройди не подумал бы то я в бега ударился ясно это сейчас нам вот туда надо идти просто я хочу прямо мы посмотрим короче если совсем уж долго будет значит будет еще одна серия где прям вот все это заканчиваю эти ох уж эти и эти чё лежит спит нормально ну вот папаша а здесь я здесь похуже эти имена угорские эмписячие так вот отнести жван пиво фройди брюхотряса значит тебе нужен жван пиво вижу что тебе не что не для себя берешь по виду твоему понятно что больше двух кружек ты не выпьешь да что говорит никто с окаянного торжеща не перепьет фоне брюхотряса вот держишь бан унесешь хоть в одиночку или может ребяток моих тебе в помощь снарядить ну заходи ко мне еще коли кажешься рядом я конечно читаю с толком с чувством с расстановкой как учителя в детском саду долго же тебя не было я то быть может и подожду но вот духи ждать никого не станут ладно давай сюда же бан отрок я дам знать когда духи укажут мне на твой путь думаю ты найдешь себе дело дело на время к нам как раз прибыл отряд из краев откуда ты родом впрочем тут почти у каждого может сыскаться для тебя работенка есть у нас тут один парень трор болтун оружие с заспехами подчиняет он-то расскажет тебе куда больше моего у вас ван кустяпка я снова тантрор болту ну ясно тут начались еще одни еще одна серия этих самых как их квестов ну значит будет еще одна серия вот я надеюсь что в следующей серии как раз будет у нас наш тотем возвращен вот вот ну а я пока что то на этом все заканчиваем серию закругляемся так сказать всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте ссылка есть на нее в описании ну а мы с вами увидимся в следующей серии это была игра в war spirit line с вами был на руки борис всем удачи и всем пока 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 не Субтитры создавал DimaTorzok